Привет, поздравляем с хорошим выступлением. Вопрос один. Что ли можно посоветовать ребятам, которые практикуют БЖЖ, начиная с белого, ну и до черного пояса, о чем нужно помнить? Если занимаются для соревновательной деятельности, то как можно чаще выступать на качественных турнирах, стараться не пропускать и БЖФ, ОАЕДЖФ, ИСБ, ИДС по возможности выезжать. И обязательно стараться выезжать, тренироваться по возможности в другие страны, потому что находясь в вакууме, ну этого недостаточно для развития. Я вот стараюсь больше, почаще выезжать в тренировку. А если для себя? Покажи медаль. Для себя все равно, я считаю, не будет лишним так или иначе хотя бы 2-3 турнира в год, потому что соревнования это все равно лучшая мерила твоего прогресса. Потому что в зале в определенный день каждый может каждого выиграть, у кого-то дома что-то случилось, еще что-то, он не настроен в зале бороться, так как на соревнованиях. Если ты выиграешь кого-то на соревнованиях, это значит, что ты выиграешь человека, который целенаправленно готовился и ехал так же, как ты за медалью. И это уже говорит о прогрессе. Поэтому просто в чистоте выступлений. Даже те, кто для себя, я считаю, хотя бы 1-2 крупных турнира в год это нужно делать. Благо есть разделы мастерства по поясам, по весам. Очень хорошо подобрать себя в категорию. И не бояться выступать, потому что ты никому ничего не должен, даже если ты проиграешь, ты все равно становишься лучше после каждого турнира. Поэтому вот все. Спасибо. Нет, нет, подожди. Да, спасибо. А ты можешь дальше заработать. Да, вот ты говоришь, для кого будет. А вот для тебя это что? Я все-таки нацелен на соревновательную деятельность, потому что когда у меня была травма серьезная, операция, вот я переосмыслил этот момент, нужны, нет мне соревнования. Вот в такой момент, когда ты не можешь выступать, ну в силу объективных причин по здоровью, ты понимаешь, что тебе нужно, а что нет. Вот тогда я для себя решил, что да, я хочу посвятить себя этому делу и буду стараться так или иначе дальше развиваться в этом направлении. Какие у тебя планы дальше? Заняться американской визой, ну и сейчас опять вот к моему другу в Польшу, когда мы поехали потренироваться. Отлично. Что, может, передашь нам российскому сообществу? Российскому сообществу не стесняться выступать и приезжать на крупные турниры, и все будет хорошо, будем потихоньку расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова